так начну давайте продолжать давайте расскажу что я хочу сделать всю картина в целом значит вы с доктором марковым процесс видообразования разбирали узкий снежный ком изучали уже снова был не 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 было такого выражения а скажите что вы что вы по части видообразования делали покричите громче но я просто постараюсь понять да какой но русский снежный у русской снежной комы хочу рассказать если если его не было но это в конце значит я хочу сделать следующее значит то что мы сейчас делаем ну такой нулевой цикл то есть основные понятия основные понятия микроэволюция потом можно двигаться по-разному но мне нравится такая схема что мы рассматриваем такую искать мгновенную картинку временной с с без динамики таким агностическим образом то есть мы вообще ничего не знаем о том как оно так получилось а вот просто что видим о том и поем как устроена внутри популяционная изменчивость и там два вопроса внутри популяционная изменчивость на уровне генотипов и внутри популяционная изменчивость на уровне фенотипов это Ну, на уровне генотипов это, в общем-то, вещь идеально прозрачная, а на уровне фенотипов это вещь реально сложная, реально сложная концептуально. Я ее не умею хорошо рассказывать, и никто ее не умеет хорошо рассказывать. Ну, значит, вот такая моментальная картинка изменчивости популяции, не задаваясь вопросом, почему так получилось. Вот. После этого элементарные факторы микроэволюции каковых имеют место пять штук. Мутация, отбор, способ промножения, популяционная структура и дрейф. И, значит, мы их будем сладострастно изучать, но поскольку вы, так сказать, я понимаю, достаточно хорошо подготовлены формально, то это можно будет быстро сделать, но все равно, в общем, это большие мучения. Вот. Потом, изучившие эти факторы, как они действуют по отдельности, мы сможем изучать, собственно, теорию микроэволюции. Это дело сугубо безнадежное, поскольку эта теория огромная и необразумимая, но, так сказать, ключевая идея, то, что эту теорию можно разделить на прямую теорию и обратную. Прямая – это когда мы думаем, что мы знаем, как устроены отдельные факторы, опять-таки, значит, мутация, отбор, размножение, структура и дрейф. И пытаемся понять, что станет с популяцией, когда они действуют на нее совместно. Там либо вообще все вместе, либо там, значит, какой-то набор этих факторов. А обратная теория – это когда мы видим, что с популяцией стало, и пытаемся из этого вывести под действием, каких факторов она до такой жизни дошла. И это то, чем сейчас в основном мировая наука занимается. Когда я был молодой и перспективный, то в основном все занимались прямой теорией, а сейчас в основном все занимаются обратной теорией. Ну, потому что очень много появилось данных, а, в общем, это сейчас эпоха обратной теории происходит. Вот. Потом мы поговорим о том, как устроены популяции уже не агностические, а с точки зрения, так сказать, вот, динамических процессов, что же, собственно, в породных популяциях происходит. И потом поговорим о микроэволюционных основах макроэволюции. Так сказать, поскольку макроэволюция, как я вам уже всю пляж проявил, происходит за счет микроэволюционных процессов, вот, значит, мы обсудим, как, вот мы обсудим, значит, как это бывает. И здесь будет уместно поговорить о видобразовании, если на это хватит времени. Значит, рассказывать все это за 12 лекций совершенно невозможно, но, значит, мы будем стараться. Я буду стараться как можно, значит, быстрее двигаться. Ну, посмотрим, что из-за получения. Вот. Значит, у меня есть куча всяких полезных материалов. Тут и... У вас ведь есть какой-то сайт Куксов, где все это можно выставить? Как-то я не вижу большого энтузиазма. Есть он или нет? Сейчас. А в чем проблема? Нет проблемы. А я могу... Есть какой-нибудь, так сказать, великий компьютерщик, которому я могу отдать это самое, и он это дело все выставит? Вы можете сделать, да? Замечательно. Тогда я сегодня отдам все лекции, и если вы перед лекцией будете просматривать эти слайды, это будет полезно. Сказать, может быть, это не обязательно, но если вы это будете делать, в общем, я буду исходить с того, что вы это делаете. А будете вы это делать или нет, это же вопрос вашей доблести. Вот. И еще я хочу... Идеально было бы поразбирать статьи на занятиях, но у нас совершенно на это не будет времени. И тогда я хотел бы частью экзамена сделать статьи, чтение ученой статьи, но которую вы заранее готовите. И давайте я тогда, ну вот, в течение двух дней подготовлю большую... Я много-много статей туда тоже выложу, а вы посмотрите, кому что интересно. Хорошо? Хорошо. Так. Значит, обсудили мы отображение из генотипов в фенотипы, прежде всего из генотипов в приспособленности или в логарифм в приспособленности. Значит, и это очень хороший промежуточный этап, промежуточный шаг к тому, чтобы понять, как устроен отбор. Ну, мы будем отбор разбирать подробно, как отдельный, значит, фактор микроэволюции, но он настолько фундаментально важен, что я хочу немножко про отбор поговорить прямо сейчас. Значит, надо понимать, что то, как на популяцию действует отбор, зависит от двух вещей. Во-первых, зависит от нашего адаптивного ландшафта, то есть, значит, вот у меня... Ну, вот здесь я предполагаю, что у меня одномерный эпистаз, значит, на какой-то потенциал приспособленности от него, значит, приспособленность зависит. Но один и тот же адаптивный ландшафт может приводить к совершенно разному отбору, в зависимости от того, где сидит моя популяция. Вот это вот желтая фиговинга показывает, где сидит популяция. Ну, все знают про то, как слепые ощупывают слона, и, значит, для них слон выглядит по-разному. Вот так, значит, маленькая популяция ощупывает огромный адаптивный ландшафт. Если она его ощупывает здесь, то отбор такой движущий. Чем больше у меня фитнес-потенциал, тем лучше. Если она ощупывает здесь, то чем больше фитнес-потенциал, тем хуже. Если она ощупывает здесь, то лучше быть посредине. А если ты ощупываешь здесь, то, значит, наоборот, хороши крайние значения признака. Вот. Так что то, как на популяцию действует отбор, зависит от адаптивного ландшафта и от того, значит, какой его кусок она ощупывает. Вот. Но дальше самые фундаментальные, самые фундаментальные слоиства отбора формулируются вообще просто для двух генотипов. Вот пусть у меня даже, на самом деле, не очень удачная картинка, если их два всего. Вот у меня есть генотипа большая и маленькая. Рисовать их на оси, может быть, и не очень правильно. Значит, если у меня отбор благопоятствует редкому генотипу, этот отбор называется положительным или дарвиновским. А если отбор у меня благопоятствует частому генотипу, этот отбор называется отрицательным или очищающим. Значит, как это, positive или darwinian и negative или purifying. Вот. Значит, это самая фундаментальная дихотомия, самая фундаментальная классификация того, как действует отбор. Вот. Ну и понятно, что положительный отбор, вот он благопоятствует редкому генотипу. И от этого этот редкий генотип, его частота может начать расти. Ну, собственно, если ничего страшного не происходит, то она будет расти. И в какой-то момент этот редкий генотип станет частным. И, соответственно, положительный отбор станет отрицательным отбором. Так вот эволюция и происходит. Бывшие, бывшие те самые бунтари приходят в классе, и дальше, значит, делается статус-кво. Так. Хорошо. Вот. Ну, а вот если мы смотрим на отбор, зависящий от какого-то количественного признака, который я называю потенциалом приспособленности, то возникает стандартная классификация отбора на движущий, стабилизирующий, дезоруктивный. И все слышали эти слова, да? Вот. И это хорошая классификация, ничего плохого я про нее сказать не хочу. Но классификация на отрицательный и положительный отбор, которая не подразумевает никакого у меня здесь, никакой упорядоченности моих генотипов. У меня, по дедушке Менделя, у меня есть разные аллели. И если я рассматриваю пару аллелей, то для двух аллелей я не могу сформулировать вот этих вот сложных понятий движущего, стабилизирующего, дезоруктивного. Для двух аллелей у меня есть отрицательный отбор, когда частый аллель хорош, и положительный аллель, когда частый аллель плох, а редкий аллель хорош. Вот и все. Значит, это фундаментальное. Вот. Дальше есть некое количество еще хитрых представлений, которые... Ой. Ну вот одно из них фундаментально важно. Вот у меня, опять-таки, предположим, что отбор действует на один какой-то генетический признак, который мы назовем потенциалом приспособленности. И у логарифма приспособленности его вторая производная может равняться нулю. То есть, у меня логарифм приспособленности это прямая линия, соответственно, это у меня экспонентная. Мне не важно, она у меня может быть растущей, может быть убывающей, неважно. А может, вторая производная лог-фитнеса будет отрицательной, а может быть положительной. И, значит, нейтральный зелененький случай это экспоненциальный отбор, это вообще отсутствие эпистаза. А если вторая производная логарифма приспособленности отрицательная, мы назовем это сужающим эпистазом, а если она положительная, мы назовем это решающим эпистазом. Narrowing and widening. Почему это так? Ну, я могу сразу сказать, почему это так. Если вторая производная отрицательная, то этот отбор будет уменьшать дисперсию количественного признака. А если положительный, наоборот, увеличивать. А если отбор у меня экспоненциальный, то есть лог-фитнес линейный, то при действии такого отбора на количественный признак с галуссовым воспределением ничего с дисперсией происходить не будет. И что делает отбор дисперсии количественного признака, это очень важно. Давайте это мы пропустим. Значит, я уже упоминал, что отбор бывает, что на самом деле мы рассматриваем не один адаптивный ландшафт, а семейство ландшафтов, зависящее от параметров. Ну, вот есть две биологических ситуации, когда это важно. Один вот какой. Значит, ну, в случае, в одном контексте, ситуацию, когда отбор не зависит от того, от условий, мы называем жестким отбором, hard selection. То есть вот у меня вот так вот зависит приспособленность от потенциала, приспособленности, хоть у меня популяция сидит здесь, хоть она сидит здесь, а отбор у меня всегда один и тот же. Это будет жесткий отбор. А мягкий отбор – это когда у меня адаптивный ландшафт подцаривается под популяцию. Вот пускай это у меня число варядных мутаций. И здесь у всех мутаций, там, не знаю, около ста, а здесь у всех около тысячи. И если у всех варядных мутаций около ста, ну, вот, там, если у меня меньше среднего, то это окей, если больше среднего, то мне плохо. И тогда, если бы отбор был такой же всегда, то если бы у всех порядка тысячи мутаций, то тогда все бы просто сдохли, как на этой картинке. А здесь нет, здесь адаптивный ландшафт, он подцаривается. И оказывается, что мне надо иметь не, ну, меньше среднего. Если у меня меньше среднего числа мутаций, то мне хорошо, независимо от того, это у меня средняя стоя или это средняя тысяча. Как такое может быть? Если отбор вызван конкуренцией, неважно, сколько у меня мутаций абсолютно, важно, чтобы их у меня было меньше, чем у моего конкурента, с которым, значит, я там сражаюсь за ресурс. И тогда возникает мягкий отбор. А жесткий отбор, там, когда меня поджаривают на сковородке, и, соответственно, дело не в конкуренте, а в том, там, выдержу я какие-то внешние условия или нет. Вот, это полезная, значит, вот полезные концепции жесткого и мягкого отбора. И еще, как по некой аналогии со знаковым эпистазом, только здесь зависимость не от других генов, а зависимость от условий среды. Может оказаться, что в разных условиях направление отбора в локусе меняется. В одних условиях лучше иметь обольшее, а в других условиях лучше иметь обаленькое. Ну вот, когда происходит таким образом, мы говорим, что отбор частотозависимый. Давайте мы выкинем этот узор. Вот, значит, это такие совсем-совсем фундаментальные понятия о том, какой бывает естественный отбор. И надо понимать, что естественный отбор это всегда некое взаимодействие адаптивного ландшафта и популяции на нем сидящей. Вот, теперь совсем другая тема, которую я надеюсь, что мы за пять минут блестяще преодолеем. Тема о том, как мы описываем внутрипопуляционную изменчивость. Значит, рассмотрим начало простейших случаев, когда у меня я рассматриваю один локус с большим количеством аллелий. Ой, я забыл нижний индекс сделать. Значит, у меня один локус с большим количеством аллелий. Ну и, соответственно, у меня есть вектор этих, значит, частот этих аллелий. Я очень люблю обозначения, как в химической кинетике делают. Значит, вот у меня символ аллеля, аитая, а в квадратных скобках это его частота. Почему-то так в популяционной генетике обычно не делают, это очень удобно. Вот. Но, допустим, я хочу одно число, которое бы мне характеризовало, насколько моя популяция генетически изменчива. И здесь есть два способа. Правильный и общеупотребительный. Правильный способ патентерапии. Я, к сожалению, в силу своего глубокого математического университета не могу вам сказать, чем он правильный, но все ученые говорят, что описывать генетическую изменчивость и изменчивость в правильной терапии. Энтерапия вот таким образом определяется. Значит, если у меня какая-то частота равна нулю, то мы считаем это произведение тоже равным нулю. Вот. И, значит, если мне нужно одно число, которое говорит, насколько изменчива моя популяция, вообще говоря, нужно использовать энтерапию. Но тупые популяционные генетики не знают, что такое энтерапия, а используют они вот такое число, которое называют виртуальной гетерозиготностью. Здесь это нижний индекс. Что это такое? Это вероятность того, что два случайно выдвигнутых из популяции аллеля будут разных. Значит, поскольку это единица, минус сумма квадратов частот всех аллелей. Значит, вероятность, что два будут одинаковых, это сумма квадратов частот всех аллелей, а единица минус сумма квадратов пятность, что два случайно выдвигнутых аллеля будут разных. То есть, почему это называют виртуальной гетерозиготностью? Потому что, ну, вы слышали про закон Харди-Вайнберга, значит, если бы это у меня была популяция в состоянии Харди-Вайнберга, то это доля гетерозигот. Но ее можно применить и к гаплоидной популяции, и к бесполой популяции, и поэтому это виртуально. Вот, я беру одну случайную бациллу и другую случайную бациллу, и вероятность того, что в них аллели разные, будет задаваться такой формулой. Эта формула хуже энтеропии по своим биологическим свойствам, но биологи все используют эту формулу для того, чтобы характеризовать генетическое разнообразие. Ее называют виртуальной гетерозиготностью, и Е же называют накулотай-деверсити, еще там по-всякому ее называют. Вот, хорошо. Теперь замечательная наука о распределении, совместном распределении аллелей в разных локусах. А здесь используется, значит, вот у меня есть, давайте рассмотрим простейший случай, у меня есть аллель, у меня есть два локуса А и Б с аллелями А1, А2 и Б1 и Б2. И, ну, в простейшем случае, у меня аллели в этих двух локусах распределены независимо. Что означает, что аллели в двух локусах распределены независимо? Кто-нибудь может сказать из общих соображений? Мы говорим, что в моей популяции аллели в локусах А и Б распределены независимо, если что? Кричите громче. Да, но что это означает терминных частот генотипов? Ну, частота генотипа А1, Б1 будет равна чему? Произведение аллели, частота аллели А1 и Б1. Вы блестяще владеете понятием независимости. Это здорово. Ладно, не буду вам рассказывать грустную историю своей жизни о том, как я предполагал, что студенты владеют этим понятием. Вы им блестяще владеете. Замечательно. Вот. А для того, чтобы по мере извините, для того, чтобы характеризовать отклонение от независимости, которое может по той или иной причине случиться, используется характеристика Д. ее называют буквой Д. ДАБ, но в смысле для этих локусов А и Б, которые определяются вот таким вот образом. Всем ученым понятно, что если аллели распределены независимо, то это Д будет равна нулю. Понятно, да? Вот здесь написано. Потому что при независимости значит соответственно частота вот эта вот. Опять-таки квадратная скобка это частота значит это частота генотипа 1B1. За генотипом 1B1 при независимости частота А1 умножить на частоту B1. И соответственно эти два члена одинаково. Вот. Значит тут есть ужасная терминологическая беда, заключающаяся в том, что этот коэффициент D ввели в 1960 году Ричард Левонтин и Кенычи Кожима. Но то, что они ввели, это они хорошо сделали, а они его чудовищно назвали. Они его назвали linkage desequilibrium. И это чудовищное название, потому что оно не имеет никакого отношения к linkage вообще говоря, то есть цепления, никакого отношения к desequilibrium, то есть неравновесие. Но это настолько уже вошло в язык, что все его называют linkage desequilibrium. И я буду стараться его так не называть, но все время буду сбиваться. Пишут просто LD всякие так сказать доктора, которые открыли для себя генетику, они значит не знают, что это такое, пишут LD. Вот. Значит, ну с ним тоже всякие неудобства, потому что максимально возможное отклонение этого коэффициента, правильно называть коэффициент ассоциации между локусами А и Б. и максимально возможное его отклонение от нуля зависит от частоты аллели. И чтобы этот эффект как-то сгладить, там его повсячески нормируют. Но, может быть, мы потом с этой достаревшиной столкнемся, а пока главное понимать, что вот такая вот штука и она действительно измеряет отклонение от независимости, потому что при независимости она равна нулю. Называют ее линкедедикалибруем или LD. А как это обобщать эти локусы? Ну, если это просто не два варианта? Если много вариантов, то это полбеды. А вот замечательно, если вы хотите повыделываться, давайте повыделываемся. Представим себе, что у меня три локуса, пускай они диалельные, но три локуса. А можете представить себе такую ситуацию, когда у меня все попарные три... Вот у меня три локуса. Нет, кстати, никто, по-моему, никогда не изучал. Три локуса, и бц. Каждый диалельный. И я могу определить попарные значит эти самые коэффициенты для каждой пары, а могу определить тройной коэффициент. Он записывается через соответствующий определитель, но даже сейчас не надо его записывать, а просто если мы знаем аллели в двух локусах, и мы можем однозначно предсказать, какой будет аллель в третьем локусе, то ясно, что у меня вот такой третьего порядка отклонения от независимости является максимальным. Так вот, можете представить себе такую ситуацию, когда с одной стороны все попарные ассоциации равны нулю, а с другой стороны ассоциация третьего порядка максимальная. Вот давайте я сейчас напишу значит у меня возможные генотипы ассоциация и ассоциация Вот, предложите такой вектор частот генотипов, чтобы все попарные ассоциации были ноль, а при этом знание любых двух локусов однозначно давало бы мне третье. Это, на самом деле, очень любопытный вопрос до работы с данными, потому что про ассоциации более высоких порядков никто никогда не думает. Шамиль Зиняев нечто похожее пытался делать, но не совсем то же самое. И насколько важны вот эти ассоциации более высоких порядков, я не хотел про это говорить, но меня спровоцировали. И вообще говоря, ассоциации более высоких порядков, они, так сказать, вполне имеют право на существование, но как более высокие моменты распределения, не только дисперсия. Их просто никто никогда не изучал. Изучите данные по генетической изменчивости, и если вы вдруг откроете, что ассоциации высоких порядков играют большую роль, это будет очень интересно. Вам это никто после никогда не делал. Так, можете пример предложить? Если в каждом есть две больших и одна маленькая, то тогда у меня частоты аллели будут больших 2 трети, а маленькой 1 трети. Удобнее случаи, когда частоты всех аллелей остаются половина. Так что давайте сохраним, у которых две больших и одна маленькая. Но к ним надо добавить еще одного, чтобы частоты были по, чтобы частоты аллели все трети маленькие, совершенно верно. Тогда, вот, пускай у меня этого, значит, соответственно, этих вот по четверти, а остальных по нулям. Вот давайте смотрим. Ну, поскольку ситуация симметричная, то достаточно посмотреть на любую пару локусов. Например, смотрим на первую и 2. У меня а большая, b большая четверть, а большая, b маленькая четверть, а маленькая, b большая четверть, а маленькая, b маленькая четверть. То есть, они распорядны независимо. И, соответственно, все три пары распорядны независимо. Но, поэтому, если я знаю, скажем, первые два локуса, я знаю, что у меня а большая, b большая, тогда я всегда знаю, что у меня только c маленькая. У меня при c большим, b большим, c большая вообще не бывает. То есть попарные ассоциации независимые, а трехмерная ассоциация максимально большая, какая может быть. Это очень забавно во всей науке про линк и дезэквилибриумы, которая сейчас пышным цветом цветет, вот эти ассоциации более высоких порядков их просто игнорируют. Хотя работа, в которой эту науку, формальный аппарат этот был развит, это аж 7-й второй год. Такую есть Монгомер и Сладкин, и он в 72-м году показал, ну, так сказать, это тривиальная линейная алгебра, что мы можем описать многолокусную ситуацию через частоты генотипов, а можем писать через частоты аллелей, попарные ассоциации, треяные ассоциации и так далее, и так далее, до ассоциации n-1 порядка. Это будет одинаковое количество переменных, они, значит, эти описания эквивалентны. Большого ума это не требует, это, значит, наука вполне очевидная. Но сейчас никто на ассоциации высокого порядка не смотрит. Так что я думаю, что там ничего интересного нет, а хрена знает, а может быть там еще что-нибудь ужасное интересное. Вот. Но давайте, тем не менее, давайте, тем не менее, двинемся дальше. Значит, это потрясающая картинка гаусского распределения, которая обычно наблюдается, если мы рассматриваем количественный признак какой-то популяции. Да, ну и, значит, соответственно, оно полностью создается в среднем дисперсии. Есть еще такое отличное понятие эквивалентация. Есть еще понятие сложные признаки. Значит, генотипы это признаки, как говорят, категориальные. Вот у меня есть буквы АТГЦ. На них никакого отношения порядка нет. Почему судьбу называют индейкой, а недорогой более похожей на судьбу птицы? Чем буква А больше похожа на букву Т, чем на букву Г? На них нет никакого отношения порядка. Там две буквы либо одинаковые, либо разные. Либо варят количественные признаки, соответственно, сопоставляемые с числами. А можно, например, форму корыла мухи рассматривать как признак. Ну и форма, как ясно, это бесконечно мерный объект, какая-то функция. Так что иногда такие сложные признаки тоже имеют смысл рассматривать. Еще замечательное свойство, о котором мы будем говорить более подробно, заключается в том, что изменчивость внутри популяции настолько мала, что в первом приближении мы можем разбить всю картинку на... Вот мы строим выравнивание генотипов, которые мы отловили в нашей популяции, и мы можем разбить это выравнивание на отдельные полиморфные локусы. Вот у меня полиморфный локус. Тут у всех буква А, а у этого буква Г. Вот тут у всех есть ГГТ, а у этого ничего нет. И это означает некий первый член целорусского изложения. Потому что если взять сильно отличающиеся друг от друга последовательности генотипа, и их выровнять, то там не получится никакого разбиения на отдельные полиморфные локусы. А внутри популяции обычно изменчивость выглядит вот так вот. И это очень приятное упрощение. Ну, это как выглядят данные, так сказать, об изменчивости функциональной. Вот у меня это имя, аллеля, вот в такой-то позиции гена произошла такая-то замена, означает, что в такой-то аминокислоте, значит, произошла замена эргенина на стоп. Вот. Да. Теперь как описывать популяцию? Ну, это вам должно быть сразу понятно. Значит, если у меня диплоидная популяция, сейчас, извините, если у меня гаплоидная популяция с аллелями А большое и А маленькая, это сколько мне нужно цифр, чтобы, сколько мне нужно чисел, чтобы описать такую популяцию? Одно. Одно число, потому что если я знаю частоту А большого, то я знаю частоту А маленькая, которая есть единица, но частота А большая. А если у меня диплоидная популяция, то, значит, у меня есть аллеля А1 и А2, то ясно, что, значит, соответственно, у меня три генотипа А1, А1, А2 и А2, А2, то ясно, что ответ, что мне нужно три числа глупые, потому что сумма этих частот единица, мне нужно два числа. Но если у меня есть закон Харди-Вайнберга, то мне достаточно одного числа. И очень большое количество всякой популяционно-генетической науки связано с мухляжом, значит, попыткой сделать описание как можно более простым. И вообще, собственно, любая динамическая теория – это борьба, так сказать, с невозможной сложностью всей породы. Но почему-то странным образом часто оказывается, что Господь Бог там хочет, чтобы мы что-то понимали, и всякие варварские упрощения, которые мы используем, видимо, допустимы. Но в некоторых биологических задачах создаётся впечатление, что Господь Бог не хочет, чтобы мы их понимали. Но, может быть, потом придут молодые и талантливые, и их поймут. Так, фиг с ним. Значит, это популяция в пространстве генотипов. Да, это на самом деле важная вещь. Мы говорили о пространстве состояния организмов, то есть генотип. У него есть, значит, у организма есть генотипы, есть пространство генотипов. А теперь, если мы говорим о пространстве состояния популяции, то это ещё более сложное, потому что популяция – это ансамбль организмов, ансамбль генотипов. И когда мы рассматриваем эволюцию популяции, то нас интересует, вообще говоря, движение не в пространстве, ну, либо движение ансамбля точек в пространстве генотипов, либо в пространстве состояния популяции, значит, движение точки, характеризующей эту популяцию. Это точка более сложная. Но вот в самом простом случае, если мы рассматриваем один локус с двумя аллелями, то состояние популяции характеризуется частотой этого аллеля. Соответственно, мы имеем пространство состояния популяции, частота этого аллеля, значит, пространство частот этого аллеля. Ну и, например, если мы рассматриваем популяцию с гауссовым распределением признака, то её эволюция – это будет движение в пространстве двух параметров среднего дисперсии, поскольку, значит, гауссовое распределение задаётся средним дисперсией. Так, хорошо, давайте мы про выборки и про доверительные интервалы сейчас проигнорируем.